доброго времени суток с вами texer microsoft fly simulator и я намучился с геркулесом h4 разработчики выложили в игру некоторое количество два планера вертолет гигантский восьмимоторный винтовой геркулес h4 он хочешь как-то там изначально почему геркулес h4 не знаю это гигантский гидро самолет просто гигантский я решил на попробовать на нем но как выяснилось он не может летать воды с воды у него старт в воздухе еще на приличной высоте на 7000 ну я думаю черт с тобой начну на 7000 приземлюсь и собственно еще записывать типа вот он взлетает ну поскольку гидропорт рядом нет надо попробовать если гидропорт какой-нибудь я может с воды не знаю мне кажется будет недоделан потому что когда я задумал взгляд с аэродрома его ни секунд не сомневаясь поставили вот так на асфальт он узом провалился в асфальт а когда нажал может лететь мне написали что на самолет во что-то врезаться ну вот начал в воздухе снижаюсь касаюсь воды уже останавливаться на маленькой скорости с закрылками приземляюсь мир ваш самолет упал в воду гидро самолет упал в воду в общем я еще раз попробовал то же самое то есть на воде он типа тонет коснувшись воды может потому что это не на территории гидропорта как правильный аэропорт и называются черт его знает будем пролетать мимо гидропорта попробуем шоссе воздвижных у него нет как бывает у некоторых самолетов у них нет а дуглас ds3 я посмотрел но он медленно него с чем-то скорость я до гейпта у нас задолбаюсь тошнить я его возьму там где мы будем более медленно летать а тут все-таки довольно скучное побережье поэтому давайте возьмем бизнес джет а потом может чуть возьмем я тут всякое видео вдоль этой африки попробую я сделал промежутки короче но они все равно промежутки не на одно наверно видео наверно 2 поехали так если думать что я знаю какую-то жилыгу заводить то вы сильно ошибаетесь так ночью давайте уведомление ты актер есть давление в кабине переживу нормально климат-контроль не справа как водится чё кольцевание подачи топлива забавно вот вот это забавно кольцевание подачи топлива ладно будем знать неисправно а чё кстати про станционное положение основной переключатель авионики авионики пока нет у нас генератор двигателя включен батарея и детская сила включена а чё турбины что ли завелись я не понял вроде не должны так данные до фиксации выход pfd меню ага вижу навигацию все знакомая панелька шасси выпущены хорошо это радует это все прибор чего систем тест окей уже неплохо так это к этому имеет отношение постоянно чё тормоз включен это рычаги странные кто крышка вот а это включен заводится будем так или карту не хочу так я типа завел задушные тормоза а вот есть задушные тормоза с дротка так ладно я уже понял рычаг закрылков да чё трясёмся то двигатель не запущен я знаю что контроль дырки я хочу кнопку найти о вспомогатель 3 веренок а ты вистарте Тример, а? Ладно. Тут чё? Ну, это понятно. Я так понимаю, заводятся движки-то. Да, движки заработали. Я завёл начальника, сделили, сделили, всё сделили. Ну, давление масла, чё-то не давление масла пока. Всё, ушло. А, правый сам выключится. Всё, выключил. О! Шайтанам и какая машина. Диспетчерская, диспетчерская. Камон. Так. Взлёт с уходом на восток. Перед автосферой полосой остановится. Я знаю, где это. Подтверждаю. Подтверждаю. Ну, надеюсь, будет светиться. Так, на зима служим мне нафиг не надо. Или надо? Вообще, в этой штуке реверс есть, если что. Так, ладно. Где там у тебя тормоз? Где ручник? Так. Мужик, поберегись. Крылом зашибу. Я прям тут развернусь. Так, вон полоса 21. Но у меня рулёшка как-то по-другому светилась. У меня вправо куда-то светилась. Вон она. Ладно. Что-то закрылся тут как-то в небольшом количестве положений. Раз и два. А там машины, видимо, едут. В общем, летим из этого как-то в Аберджан, как-то так. Летим в Лагос. Вроде как недалеко. Ну, для гидросамолёта я смотрел три часа полёта. Эта штука раза в три быстрее. Или в четыре. Короче, катимся. То есть, ну я, конечно, могу взять что-то медленное, но туда продвижение к Кирптауну сильно затормозится. А тут вроде как ничего по побережью я такого прямо интересного не вижу. Кстати, облачка. Не скажу, что тут прям грозы, но облачка есть. Ну, хоть немножко такая погодка чуть похоже, а не безоблачное небо. Но, впрочем, туда к Лагосу чисто всё. Ну, это я по карте смотрел, когда полёт планировал. К Лагосу чисто. Вообще, довольно простая приборная панель, я смотрю. Ну, кроме вот там задатчика вот этого дисплея. Так. Значит, у меня один вопрос. А я тут взлетать или я тут кататься? А? Как вы думаете? Просто, а почему я тогда вот еду? Ну, вот я про то же что запросить надо. Конечно, они уже взлетают. Абиджан Тауэр Тексер 001, ready at runway 21 east departure. Ну, у них тут аэропорт-то не загружен самолетами, я так понимаю. подтверждаю. Все? Все. Высотометр 29,74. Стой. Раз, два. Тогда я немножко подожду тут. Так. 29,74, да, было? А, я еще раз посмотрю. А, я еще раз посмотрю. А, мне не влом. А, 22,74, да. Все, отлично. Ну, что? Сейчас закрылки выпускаю и погнали. Так. Полосатый, наверное, взлетит. Так. Стал О О Так, шоссе... И шоссе-то я втянул, я, блин, не вижу. Хрен я втянул. Так, пауза, 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 пауза. Где у тебя кнопка 2, ты, елки? Давно шоссе кнопку не убирал. А, вспомнил я кнопку, все. Да нифига я нихера. Так, кабину. Где мои любимые кнопки? Так. Нав. Ну, видимо, сама руля-то уже, да? И говорю, говорю, пока не дай в спилоту включить. Изверх. Подтвердаю, да. Да, ладно, давай так, она скрываем, ладно. И... Ой, радуга, смотрите. Как не за радуга. И втопили, как положено. И все облака по сквозил. Ну ладно. Ну и не страшно. Так, тягу уменьшу сейчас. Так, я так понимаю, у меня GPS работает нормально совершенно. Вот я оттуда взлетел. И нифига так крутанулся. Ладно, посмотрим, куда меня автопилот заведет. Пока он прет вверх, со страшной силой. Мне не нравится. Так. Включено. Демпфер рыска, где нафиг. Автопилот, не нафиг. А, я понял. Все. Я сейчас летел без автопилота, если что. А, да-да, ладно. Я нафту это включил, автопилот не включил. Да. А что, хороший самолет? Им не управляют, а он не падает. Это, не отгоняйся так здорово. Что-то. А унис-то что пошел? 3 900? Ты хочешь 3 900, я понял. Не надо. Давай на 6 пока, там посмотрим. Это на 7, да? Я понимаю, что Ир спит. Ты за скорость не хочешь последить сам? Собака-то комнатная. Собака-то комнатная. Собака-то комнатная. Собака-то комнатная. ФЛЦ где-то был. Так, скорость. Скорость 300. Ну что, все работает. ФЛЦ работает. Я не знаю, почему, вот... Ладно, пущуку. 7 800. 7. Он. Непонятно. Ну ладно. Ну, мне кажется, все, он держит теперь. А, закрылки. Я так с закрылками-то и лечу. Я сумасшедший. Блин, самолет, а ты не можешь летать сам, удерживая скорость. Я уже как-то сбалился на там здоровом Боинге, я привык. У меня было приятно. Я понимаю, что на четвертушке можешь лететь. Как горный орел. Что-то поля прям поеду нами. На то время не было посмотреть. Я все-таки ныряю в кнопочки-то. 300, давай, 290. Почему он в блоке СФЛЦ, я не пойму. Режим захода. Режим обратного курса. Неисправно, неисправно, неисправно. Собилизация высоты, да. Перевести автор в другую сторону не надо. Рызка нет, да. Это курс. Но это изменение высоты. Оно где-то тут должно быть. Да. Ну и хрень. Испуганно выглянул в окно. Ладно. Немножко на ручку там контроля пойдем тогда. Раз он сам скорость не контролирует, я не знаю, как ему скорость задать контроль. Потому что он... Я там поворачиваю эту ручку. Хрен не плавал. Ладно. Я сам рычаг пошевелю, мне, в принципе, не жалко. Так, изолиния давайте включим. Тут могут быть горы. Ладно, какие горы на такой высоте, да, на 7000? Ну, это не 7000, это 2 километра вообще. Ну, все равно. Тем не менее. Итак, 138 миль до поворота, замечу. Не до финиша. Так, ну чешем мы достаточно быстро. Я понимаю, что этот самолет не для полетов так низко. Он выше должен летать. И, кстати, он мотыляет, потому что он маленький. И его прям, видите, вверх не сшатает как. Ну, надеюсь, я не спалю турбин или еще что-то в этом роде. Ха, это для этого дисплей все. Забавная штука, кстати. Так, если посмотреть. Карта хорошая такая, да? С водоемом. Или с горами. Хрен, поймешь. Ну, вроде речка, да? Прикольно. Перевести автопилот. Рыскание включил. Автопилот включил. Ну, блин, автопилот собака. Я навключил ему. Уменьшаю обороты. Ну, как-то. Уменьшен. Так. Узлы. Ну, узлы. Я поставил 290. Не? Не. Ну, хрен узнает, что-то включить надо, чтобы он заработал. Тогда хрен его знает. Ручку покрутил. Какие-то озера уже. Ну, да. Скорость хорошая. Озера, болото. Тут пошла богатая водой Африка. Это не пустыня. Скалистая. А дальше, мне кажется, будет там еще песчаная пустыня, когда я карту самолета что-то такое видел. Красотища и на гидросамолете тут летать. Ну, вот видите, гидросамолет что-то тонет. На маленьком гидросамолете, я помню, я садился на воду вне аэродрома, где попало. Он приземлялся, нормально все было. А здоровый-то почему-то тонет. Не знаю почему. Загадка. Ну, все, взлет был суматошный. Ну, как видите, все прошло. Нормально. О, тень на воде лежит под берегом, смотрите. То есть, как будто они как будто в воздухе висят. Хрен его знает, может и висят. С Т-карта станет. Видите, такая каемка. Ну, скорее всего, просто тень. Тень лила на воду, ну, а карта отрисовывает, что есть. Чего бы нет. Кстати, а теперь скорость вполне же сильная. Чуть прибавлю. Вручную тонову, чем на автомате. Еще мне писали, что в прошлый раз я садился с зажатыми триммерами. И они меня тянули вниз, поэтому самолет себя так отвратно вел. Но, учитывая, как себя ведет этот самолет, соглашусь. Он плавненько ведет. И гидросамолет здоровый, плавно себя очень вел. Так что, скорее всего, да, триммер меня вниз тянет. Вот. Ну, на этом пепелация могу забраться так же высоко, как на том, на здоровом. И, если еще, моторами мне управлять самому. Ну, пока я вверх не хочу. Тут прикольно, тут облачка. Хотя, видите, мотыля этого так качает. Мне кажется, на маленьких самолетах, на всех бизнес-джетах, надо летать с очень крепким желудком. Укачает нахрен. И очень тяжело по Африке прокладывать маршрут такой, чтобы короткий. Потому что тут аэропортов нет. Ну, вот у нас скорость 300. А у Дуглса скорость 120. Почти в три раза. Ну, тут употеешь лететь. Поэтому по Восточной поборежью Африки, я думаю, сейчас мы всякие реактивные погоняем самолеты. Хм, сказал, да, всякие реактивные. Тут реактивных-то на самом деле не так много. Вот тут гигантский боинг, на котором я летел. Летающий госпиталь, который я так и не скачал. Два Airbus. И, по-моему, еще какой-то боинг. И все. А, и истребитель. Да. Истребитель еще. Ну, я думаю, пощупаем. Где летать на реактивном, как не на просторах Африки. Ну, что тут. Внизу ровное зеленое море. Я думаю, когда полетим по... Нет, у него слышит западное побережье. Полетим по Восточному побережью Африки. Там, Мадагаскар, все вот это вот. Там может что-то помедленнее. А тут прям надо упороться в реактивное. Так, ну что, вверх забираться. Я не вижу смысла вверх забираться. Понятно, что он там быстрее полетит. Но, как бы, внизу неплохо. Так, там меня ждет вот маленькое круглое озеро. Над ним повернул. Большое озеро. И уходим к побережью. И по побережью в Лагос. Прилично. Прилично. Вот это вот, это вот 100 миль дотуда. Тут где-то еще 100. В общем, такое. Земля, планета очень большая. Перемещаться по ней даже на реактивной тяге непросто. Это снег? Или это что такое? Белое. Вряд ли снег. Не так высоко. Ну, как бы, у меня изолиния включена. Там, ну, вот так вот. Горный пик. Чуть-ка еще прибавлю. Так, 36 было, да? 40. Ну, как-то носом вверх летит, вам не кажется? А, это положение движков. Ладно, нормально. Рассказка тоже Pacific Airlines, как у большого самолета была. Почему-то у него тоже такая ливрея есть. Странно, но есть. Ну, что на этих самолетах плохо, низко не полетаешь. Они внизу себя так очень неуверенно чувствуют. Маленькие скорости, все такое. На них высоко гонять. Внизу они редкие гости. Ну, сейчас еще особо не полетаешь внизу, потому что облака. Я-то сквозь них проскочил на взлете, уткнувшись в приборную панель. А так-то они... Да, и вот шасси не мог найти долго. Ну, в общем, взлет был через пень-колоду. Я не нашел шасси, кнопку убирать какой. Я не прожал убрать закрылки, то есть я на нее нажал, но не до конца она не сработала. Ну, хоть не отвалился, ничего тоже бывает. Он в улитках в War Thunder, там, когда с превышением скорости на самолет летишь, выпускаешь, закрыл, у тебя закрыл, у тебя в разные стороны разглядаются. Ну, и с шасси тоже самое происходит. У этого крепкие шасси. Он взлет перенес до большой скорости, добрался. Прям приличный. Так, ну что, до зерка-то долетим в этот заход. Судя по вырубленным таким прямоугольным, тут что-то сажают. А, город большой, слушайте. Тут люди живут, оказывается. Кто бы мог подумать. Но вырубки большие. Не знаю, это леса вырубают, или это под пашни. Это что ярко-оранжевый такой. Тут Ваканда где-то рядом. Насколько я помню, где киношники разместили. Ну, какой столбик облачный. Грозу хочу. Ну, я думаю, в итоге приличен. Кейптаун, Контарктиде-то близко. Там, я думаю, может быть плохая погода. Ну, или приписками займусь. Сам себе вызовут дождь. А интересно, тут плохая погода как вызывается, локально или на всем протяжении полета? Скорее всего, на всем протяжении. Вряд ли локально. Поэтому лучше погоду текущую. Вот какая сейчас. Хотя мне тоже ругали, предлагали мод поставить. Даже не знаю, я моду просто не очень люблю. Так ли он хорош будет? То есть, ну, изменится что-то. Как он работает? Если он дает команду игре, просто сделают в этом месте дождь, а вот в этом месте солнышко. Тогда да, то есть, ну, маленькими областями работает. Она тут тоже примерно так же работает, но она просто сервера использует неплохой бинг, что ли, для погоды. То есть, тут погода может тормозить. То есть, на самом деле, вот в этом месте облака уже разошлись в мире, в реале. А в игре они еще есть. Она вот так, вроде как. Это ее минус. Запаздывание большое. Ну, как бы и пофигу. Ну, типа, ну, они уже разошлись. Ну, и ладно, я пока в них еще лечу. Ну, не, они. Помните. Я просто можете вверх облака пробить. Посмотри, что там. Какие там облака. А лучше, вон, 330 хорошая скорость. Слушай, 330, это в теории я за час могу долететь до финиша, да? Ну, вот без этих крутасов-то сойдет на посадку-то. И у меня триммер в минус почему-то. Интересно. То есть, я настолько с большой скоростью пробовал там в плотном воздухе, что меня просто вверх выталкивает и триммеры по этому нос опускают, что давай, не надо вверх. Это пример, как я в дуалке летаю на своем коробке. На грузовике атмосферном. Он когда пустой, его аж выталкивают вверх, как поплавок. Приходится нос там на минус 7 градусов выпускать. Чтобы он летел параллельно земле. Потому что, блин. Прет его вверх. А вот когда гружен, и все нормально. Даже приходится иногда нос чуть-чуть поднимать, когда он там на все контейнеры заполнен. Прям чувствуется. Аэродинамика, елки. Я очень удивился, что в дуалке в игру завезли аэродинамику настолько, что возможен поворот креном. То есть, когда самолет кладешь на бок, и он начинает разворот. То есть, ну, рули, вот этот горизонтальный рули не трогаешь. Просто наклоняешь его на бок, и он как бы соскальзывает с воздуха и начинает поворачивать вправо. В дуалке так и есть. Я удивился прям. Допилили. В бетке не было, сейчас допилили. Ну, не сейчас, я не знаю, с какого момента они допилили. Я когда летал, я на это внимание не обращал. Ну, типа, не работает, и ладно. От воздуха есть только сопротивление, может сгореть. Ну, и на том спасибо. И подъем мне силы крыльев. В какой момент это сделали, я не заметил. Мне просто написали, что вот так может. Да ладно, да не может быть. Да так не было никогда. Ну, нифига, попробовал, да. Ну, не для всех, правда, самолетов. Ну, не самолетов, а космических кораблей. Скажем, у меня Рифтер, мой этот аэрокосмический истребитель. Он легкий и с огромными крыльями. Ну, относительно, его размера огромный. Вот у него все вот это пилотажное работает. А вот на том же грузовике, у которого куцые крылышки сзади, как стабилизатор у ракеты. Ну, оно не очень работает. Пустой он еще вполне себе аэродинамический. А груженый это ракета. Он может управляться этими плоскостями, но это максимум, что он может. Ну, у него скорость-то полетная сразу резко меняется, когда у него плоскость, его поддерживают там до 500 или до 600 километров поднимается. Мелкий-то на 100 с чем-то парит, как горный орел. Впрочем, у меня там был случай с еще большим кораблем, с бегемотом. Он большой, тяжелый. Я еще сдуру загрузил золотом, еще какой-то тяжелой рудой. И полетел на планету, где сильная гравитация. Ну, как сильный, один же, а у нас на Тадосе 0,3. В общем, он там мог передвигаться только в режиме микроналета. То есть над поверхностью воды, там, в нескольких метрах. Он так, создавая под собой воздушную подушку, мог лететь. Ну, на суше тоже мог, но сушь не ровная, вода-то ровная. В общем, шмякнулся там знатно, починил его. И до торгового хаба добирался исключительно на водоемный. Потому что я даже халмы никакие не мог перелететь. Аэродинамика, елки. И плотность грузов. Я его строил, я на нем там всякую уголь возил, такой кварц. И на Тадосе, где 0,3. А на оливке где один, и где золото в контейнерах оно весит-то. Вот они там прям честно подожгли к весу. Плотность любой руды считается. То есть запихиваешь контейнер по объему в литрах, а уже вот сколько оно будет весить, это от плотности. Прикольно. А че, облачка сильнее и становятся. Ну и как бы сама ведь их потряхивает. Ну, видите, на экране вот так, вверху. Блин, пестрый лес внизу. Что YouTube сделать с этой картинкой, мне подумать страшно. Квадратить будет ее по-черному. Пикселизовать. Любит YouTube такое. 50 миль, однако. Сейчас узнаем, как тут автопилот работает. Он загодя поворачивает или проскакивает и поворачивает. Поворачивает ли он вообще. Потому что наблюдал автопилоты, которые не поворачивают. Это кажущиеся автопилоты, как тот, на котором я взлетал. Да, выключено. Смотрите, как его мотыляет. Еще пипец. Вот что значит маленький самолет. Малейшее плюновение ветерка, и его сразу отборасывают. Мне кажется, на нем вообще нельзя отстегивать ремни. Никогда. Не, ну там наверху-то можно. И, кстати, что заметил. Даже маленькие облачка. Песок, скалы, интересные. Даже маленькие облачка, и сразу турбулантности какие-то. Воздушные ямы начинают подбрасывать. Ровно все летает, только пока все тихо. Чуть облачка, все. Начинают спинки самолета. Смотри, как его извивает. На самом деле, лечу, ни то ни все. Да, я не вижу ничего. И скорбь маленькая. Тот 500 с чем-то летел, но он высоко летел. 500 с чем-то. Снижалось до 400, но я, по-моему, не на 7000 на нем летел. Вот, чтобы вы понимали, гидросамолет где-то вот с такой высоты начинает. Пипец. Ну, как бы, да, но ты на нем полетел, да? А посадка? Взлет самое интересное. Чуть поровну ему лететь. А он на воду не садится. Офигенный гидросамолет. Причем, он воды касается. Он так ширх такой днищем делает по воде. За ним пенный след остается. А потом, блин, вы утонули. Офигенно. Че тебе утонул? Оно вроде плавать должно. Но правда оно и в асфальт погружается. Че-то меня никто не пытается достать по радио. Все. На меня диспетчера забили. На этого камикадзе. Который по жутко спирали ушел в небо с аэропорта. Тищина, покой. Хорошо идет. Вот тут на карте было что-то такое прям полосатое. Вот это вот, наверное. Скалы, я думаю. Выходы скальных пород какие-нибудь. Да, скалы, похоже. Блин, вся Африка старый разрушенный город. Прям совсем старый. Я даже гидропорты посмотрел, где откуда гидросамолеты могут стартовать. В Африке чуть не нашел. Южная Америка, в Европе много. Я представляю, вот там вот этот Геркулес, это 8-моторный как-то. Взлетать будет с акватории. Хотя, блин, акватория, она наверняка от берега, где причалы. И в океан так уходит, там Хоть Титаник запускай в полет. Пофигу. Но, конечно, от той здоровой хрени хотелось бы взлететь. У него старомодное остекление кабины такими прямоугольничками. Как на бомбардировщиках второй мировой. Забавный самолет. Ну что же он без взлета-то? Две трети удовольствия от полета отняли. Взлета-посадка самая же интересная. Ох, мотает. Ладно, давайте в набор высоты. Все равно здесь видимость не очень. Давайте до десятки посмотрим, что там. Что у нас на десятке? Так, он не спешит на вор. Пум. Хрен там, да? ФЛЦ включена. И че? Пофигу. Ну вот так давай. Че, ФЛЦ выключена, я не знаю. А, кстати, такие облачка кучные-то кончились. Вылетел я из них. Там все. Облачность впереди. Как я и говорил, у Лагоса чисто. Ну, как чисто? Не очень чисто. Ладно, короче, пошли в набор высоты. Обу, Аси. Я думал, обу, Аси какие-нибудь. Аэродром, кстати. Будут, когда его сажать, будут опять вспешно вспоминать. А, у него интерцепторы интересные есть. А, че-то я не уверен. Ну, сейчас жанкать не буду. Потом посмотрю, есть у него интерцепторы или нет. Какая разница, смотрите. Оно садится. Ну, я полосу длинную выбору в Лагосе. Самую здоровую, где здоровые Боинги садятся. Там две полосы, одна поменьше, другая побольше. Я, естественно, самую длинную выбор. Потому что сначала, как всегда, прощелкал. Вот на такую даже, ну, не знаю. Может, конечно, сяду. У меня, правда, ощущение, что я с такой примерно взлетал. Не, с реверсом, с интерцепторами всажу. Нормально. Вон, 300 миль. Ну, час. Здесь хорошо втопить. Наши сделаны из 95 скорость. Но он в набор идет. Должна чуть-чуть прибавлю. А там звук изменился. Есть звук. Не зажали. Это хорошо. Потряхивает, потряхивает. Не дрова везешь? А, я сам везу. Тогда ладно. Да, надо будет его вверх забрать. Посмотреть, ну, как у него с высоты-то. До куда он поднимается? Где ему комфортно? Какие скорости? Еще в комментах спорили. Ну, не спорили, а обсуждали. По поводу того, что тут есть. Как они правильно называются? Турбо-винтовые. Ну, короче, которые с пропеллером, но пропеллер закрустит турбина. Вот. Что? Каменный век авиации. Нет, тут нормальные, современные. Вот такие же мелкие. Просто турбо-винтовые. Ну, что, на десятку поднялся. 34-700, я так понял, у них это стандартная высота. Хотя, вроде, у здорового-то Боинга 37 было. Ну, все равно потряхивает. Меньше. Я считал, что выше поднялся, но он трясет. Без изменов мы растрясем, если будем летать. Хотя, я вроде успокоился. На 10 тысячах, да? Сейчас посмотрим. На 10 тысячах он остановится, или будет дальше тошнить на этой. Круглое озеро большое. Блин, ну, он реально здоровый. Можно гидросамолет сажать. Я прям все про гидросамолёт. И не удалил я большие самолёты старые, которые сюда наставил всех. Я даже не знаю. Ну, канадский гидросамолёт, он глючный. С неповоротной, поворотной стойкой в шасси, наверное, надо убрать. Гусь тоже. Глюкавый. Ну, просто криво сделан. Он не глюкавый, он криво сделан. Не очень качественный. А вот локихиды, вот там несколько штук. Я оставил 4 или 5, не знаю, наверное, ставлю. Они, в принципе, работают. У них кабин от Боинга, ну, чёрт бы с ним. А большой, турбовинтовой, кстати, самолёт нормальный. Дуглас-то, по-моему, пашневой. Так, чувак, пытаешься разогнаться? Помните, сейчас ещё прибавим. А, кстати, он на высоте-то остановился. Всё нормально. Давай до двадцатки. Правильно, правильно. Удвоим высоту. Тысяча. И шо, ты будешь говорить, что у тебя скорости хватает? О, он ещё поворот пошёл. Ах, на озеро посмотреть. Чё-то внизу деится. Большое такое озеро. С крокодилами, небось. Это, как у него, посёлки. Да, посёлки по берегам. Где же-то, видно, что в Африке озеро без крокодилов. Наверняка с ними. Ну, в общем, выше десяти тысяч не трясёт. Вот чего. Интересно, а за ним на большом стиле инверсионный след будет? Мне кажется, для него эти моторы очень слишком мощные. Как бы есть вот размер турбины, да, меньше не делают. Хотя можно, наверное, очень маленькую сделать. На него их ставят. Ну, ладно. Они его утащат. И то, что в два раза больше утащат. В три раза больше утащат. Какие-нибудь крылышки прилепим, а оно полетит. Как-то так, мне кажется, тут делается. Потому что мощности гораздо больше, чем нужно. А сейчас кладутся на него нагрузки. Что, доворачиваешь, что ли? Доворачивай, да. Ну, там сейчас выше поднимусь, и у него тут обороты будут востребованы. Там воздух более разряжённый. Ну, там прям ходит кубло облачное. Вообще, да, ничего такого. Локальная область есть, прям неплохо отображенная. Всё тут чисто. Там вот кубло. 41 тысяча. Это у точки поворота. Точнее траектория, вся вот такая, знаешь, как баллистическая ракета такая. В дуге такая. Почему не, типа, поднялся, плато такое ровное, спустился, не знаю. Прям дуга такая будет. 75 миль, кстати, недалеко. Это какие-то озёра, и оттуда поворот снова к океану, и потом на побережье. Ну, вот такими более короткими перевешками мы будем. Потому что не в этой серии посадки. Следующий. А чё оно мне... А, 269. Нормально. Конечный пункт-то оно должно рисовать. Ну, видите, почти по прямой. Бескрайние зелёные просторы. А в Лагосе, может быть, тогда возьмём Airbus и посмотрим, что это за зверь. Вот это неплохой. Странный дисплей, вот с синими реками. Это что, чтобы ориентируй, что ли, видите, или как? Это непонятно. А, это вынимать её, наверное, да? Ну, заменять, типа, блок. Так? Странные крючки такие. ИТТ градусов, цельскость температуры в турбине, что ли? Наверное. Давление масла, сколько топлива осталось. Нормально их потребляет. Закрылочки. Это триммеры. Собаки комнатные. Которые мне там мешали. Не забыть их убрать. Давление кислорода. Где? За бортом, что ли? Дышать, дышать. Неисправно. Нормально. Дальность. У меня радар есть? Чё, серьёзно? Ну, как? Ну, я не буду трогать. Зато ножам какую-то себе на голову. Мне интересно. НОТАТЕНТ. Не работает. Формат. Выйти текущего. НО вообще не работает. Ну, вот работает. Пост двигателя. Обогрев полного давления. Чего? Давай грей. Трубка ПИТО. Горячо любимая. Может, эта штука за турки ПИТО не работала? 192. 90. Не, ну ремонт с фон презрения. Ну что ж, господа. Давайте на этом закончим. Жмите, пишите. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...